Добрый день! Всем родным, близким, знакомым и незнакомым, всем, кто подписался на канал, а также тем, кто просматривает видео. Спасибо, что поддерживаете меня в моих начинаниях. Вчера я готовила луковый суп и выставила его на канале. Не знаю, понравился, не понравился. Если какие-то отзывы есть, пишите, чтобы я знала. Ну, я не скажу, чтобы он прям уж такой вот прям эксклюзивный, но иногда его можно готовить. Сегодня суббота, день у меня начался с уборки. Ну, какую я уборку делала? Ванну хорошо отмыла, потому что за неделю она, конечно, приобрела желтоватый вид. Вода была немножко ржавой, коричневой, поэтому ванна тоже приобрела такой вид. И я специальным средством для акриловых ванн почистила хорошо. Ну, пришлось еще добавлять одно средство от, можно сказать, от известкового налета. Ну, чуть-чуть я прям ненадолго нанесла, но сразу все убралось. Помыла пол, посуду, пыль протерла. Ну, это необходимо, конечно, делать. Особенно летом, когда много пыли. Зимой как-то поменьше. Нашла, дальше я нашла суп один интересный. Попробую его тоже приготовить. Но это уже будет, скорее всего, завтра. Если сегодня приготовлю, запишу, выставлю завтра, скорее всего. Пойду, продукты куплю, как обычно. Ну, что еще сказать. Ну, да, еще утром у меня началось с чего. Обычно я делаю такую процедуру. Опять же, я ее позаимствовала у блогера. Блогер Елена со Швеции. Она применяет такую индийскую методику очистки крови. Очень простую. Она утром набирает в рот масло растительное и рассасывает его минут 20. Оказывается, вот пищеварение начинается с полости рта. Если рассасывать масло, то как раз вот очищается кровь. Потому что всасывание во рту идет и прогоняется как бы кровь. Ну, не знаю, правда это или не правда, я попробовала. Ну, хорошие у меня отзывы. Значит, вот так сосешь масло, потом выплевываешь его. Соленой водой получишь рот и полость, и горло. И потом счищаешь языка весь налет. Потому что, конечно, за ночь вот этот налет на зубах, из которого потом образуется зубной камень, он оседает. И мы, конечно, не всегда с утра прям сразу чистим. Да и щеткой сильно не вычистишь. И зубной налет откладывается на зубах. И потом зубы становятся чувствительным, горячему, холодному. И вообще эмаль разрушается. В стоматологии зубной налет снимают ультразвуком. Но это целая процедура тоже. Профилактика, она всегда лучше. И вот после вот этой процедуры уже чистишь зубы обычным способом. Еще вот такой рецепт, опять же, я где-то на просторах интернета нашла. Разводится сода, произвольно развожу. И добавляется чуть-чуть перекиси. Небольшое количество совсем. И вот этим раствором после чистки зубов зубной пастой чистят, опять же, зубы щеточкой. Это тоже профилактика образования зубного налета. Ну так, смотрите, я не настаиваю. Это, опять же, как эмпирическим способом люди находят. Я тоже попробовала. Ну, вроде неплохо. Вроде не разрушается зуб. Вот. Конечно, в данном случае необходима консультация стоматолога. В каждом случае индивидуально нужно обращаться к специалисту узкого профиля. А канал мой просто обычный. Не привязан никакой специальности. Поэтому вот это чисто житейские истории. Так, ну вот я купила недостающие продукты. Будем готовить суп. Пока не скажу, какой. Сегодня буду готовить суп, который называется холодник. Ну, и название вот у него такое, что, конечно, его в холодном виде нужно кушать. Можно его готовить на воде, но у меня был куриный бульон. Поэтому я буду готовить на курином бульоне. Для отсюда. Субтитры добавил DimaTorzok. Так, сначала сварим свеклу. Так, ставим варить стекло. Так, также варим яйца. Так, огурец очищаем от кожицы. И когда сварится свекла, яйца, мой огурец, в блендере вместе с белком яйца и со свеклой измельчим. Так, можно натереть на терке, кому хочется. А я на блендере. Так, пока варится яйцо и свекла, яйца и свекла, так, порежем лук. Впоследствии лук и укроп. Впоследствии мы его соединим с желтком. Так, режем большим ножом, будет удобно. Впоследствии лук и укроп. Так, вот так это все выглядит. Так, я переложу лук. Немножечко. Так, ну вот яйцо у нас. Яйца сварились. Теперь нужно их под холодную воду, чтобы скорлупа легко отставала. Так, ну вот в холодной воде пусть чуть-чуть постоят они. Так, вот у нас яйца сварились, остыли. Капуста, вернее, свекла тоже сварилась. Теперь нужно почистить все это. Так, вот так вот нажимаем на яйцо. Опа, чуть не упала, называется. Все и чистим яйцо. Так, яйцо почистим и отделяем белки от желтков. Так, вот так у нас будет отдельно белок, отдельно желток. Так, второе яйцо. Так, свекла горячая, надо, чтобы она остыла немножко. Так, пока подождем. Так, свекла остыла, мы ее очищаем. Еще немножко тепленькая, но чистить уже можно. Так, и вторую. Так, все, свеклу мы очистили. Так, теперь, значит, мы, значит, в блендере овощерезки, можно так сказать, измельчаем огурец, свеклу и белки. Так, немножко порежем. Так, вот так вот. так вот я произвольно беру продукты вы смотрите вот как вам нравится я вообще не придерживаюсь так примерно можно больше можно больше добавить как душе будет угодно свободный выбор так и значит мы все это измельчаем на первой скорости так 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 немножко можно перемешать верхний слой потому что получается еще измельчим до однородности почти еще надо немножко все таки перемешаем сейчас чуть-чуть перемешаем чтобы было однородно вообще конечно овощерезку доверху не нужно заполнять иначе видите вот какая ситуация что нужно перемешать быстро измельчается так 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, посмотрим, что... Ну, всё, в принципе, уже всё однородно. Так. Значит, это у нас готово. И теперь мы зелень перетираем желтком желтками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот так вот мы... Перетёрли. Так, теперь у нас куриный бульон. Всё это добавляем в куриный бульон. Так, мы на кастрюльке сейчас сделаем. Так. Так. Такой куриный бульон. Его можно не нагревать. Так, только у нас бульон. Тоже произвольно, густоту, как вам нравится. И добавляем сюда. Зелень всегда хорошо, когда её много полезно. Так. Так. Можно сполоснуть вот так. Это будет холодный суп. Его можно в холодильник сразу поставить. Так. Сюда ещё можно добавить сахар и соль. Сахар. Сейчас я попробую. Соль нужна ли? Потому что куриный бульон у меня был солёный. А если вы добавляете воду или несолёный куриный бульон, то естественно, что нужно соли добавить. Сейчас попробуем. Да, супе надо немножко. Добавляем соль. В холодильник его ставим и в охлаждённом виде его едим. На воде будет более диетический суп. Ну, а на курином бульоне он, конечно, пожирнее. Суп готов. Вкусный. Диетический, можно сказать. Приятного цвета. Очень мягкого, нежного вкуса за счёт сметаны. Вот. Приятного аппетита. Его можно подавать с печёным картофелем. А также с гренками. Приятного аппетита. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сахар я не добавляю... Посмотрим, сколько времени на это уйдёт... И ставим в тёплое место... Но поскольку в помещении очень тепло... Жара на улице и в помещении тоже тепло... То просто оставляем... Прикрою и оставлю... Топлёное молоко лучше переносится... Поскольку при томлении молока происходит частичное разрушение белка... Поэтому топлёное молоко и ряженку рекомендуют аллергикам... У кого аллергия на кровь и молоко... Всё-таки аллергенность падает при томлении... Ещё одно дополнение... По желанию можно добавить уксус, если вы хотите кислинку... Изначально рецепт был с уксусом... Но я приготовила без него... Поэтому вы смело можете уксус добавлять... Гиппократ говорил... Что ваша пища должна быть лекарством... А лекарство пищей... А я хотела бы ещё добавить, что... Какая пища вкуснее? Это та, которая приготовлена с настроением... И с душой... Когда человек готовит в равновешенном состоянии... Не отвлекаясь на другие проблемы... И голова его пуста от всяких мыслей, споров... То есть он находится в состоянии равновесия... Тогда и пища, любая, даже самая простая... Она становится вкусной и легко усваивается... Поэтому это обязательный момент при приготовлении всех блюд... Ещё важно, как ты принимаешь пищу... Как ты быстро... Быстро или медленно кушаешь... Нужно медленно кушать... И в какой обстановке... Конечно, красиво оформленное блюдо... Оно всегда приносит и эстетическое наслаждение... И лучше усваивается... А я вам желаю крепкого аппетита... Хороших успехов на пуприще приготовления супов и других блюд... И прощаюсь с вами до следующего видео... Спасибо, что досмотрели до конца... Что не устали, не заснули... Всем всего доброго! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok